Будучи на выставке, не мог не зайти на стенд компании Гриталон, с которой у меня сложились довольно-таки хорошие дружественные отношения. Раньше были партнерские, но, тем не менее, не мешает, как говорится, дружить домами. И с Дмитрием Анатольевичем, беседуя на стенде о том, что там будут, какие новинки для точилок, обзавелся я камнями Гриталон масляными. Уже вы их видели у некоторых обзорщиков, блогеров на ютубе, эти камни. Я с ним переговорил, с Дмитрием Анатольевичем. У меня интересовал один вопрос, чем они пропитаны. Сказал, здесь, в общем, какие-то там идут химические какие-то препараты, очень много масел каких-то. И, в общем, это все пропитывается в каких-то промышленных масштабах, в общем, промышленных этих-этих. То есть, все нормально. Меня интересовал также вопрос, чем смывается, можно ли воздействовать ВД-шкой и всем остальным без всяких проблем. Как сказал Дмитрий Анатольевич, камни удались очень даже хорошо. Поэтому сейчас мы с вами их и попробуем. То есть, я их еще видел только на картинке, на фотографии. Сейчас я их вижу перед собой. На некоторых камнях тут есть какие-то следы масла, что ли, вот на 320-м. Ну, я думаю, что особо это не повлияет. Камни ровные, выровненные. Единственное, что я сниму фаски. Вот. Я спросил, надо приравнивать, ну, как бы, ровня чуть-чуть. Дмитрий Анатольевич сказал, они, в принципе, сделаны ровно, хорошо. Единственное, ну, можно, конечно, пройтись, но лучше, конечно, заснять фаски. Фаски я сниму и начнем точить. Я думал, какую сталь взять для заточки, чтобы посмотреть, как она будет, как эти камни работают. Потому что, по словам, я его сказал, что, блин, работает очень здорово, классно, агрессивно и с хорошим качеством абразивного съема. Ну, и подумал, что возьму, наверное, ножичек с обычной стали М390. Вот у меня есть такой. И попробуем им заточить. Твердость здесь, по-моему, если не ошибаюсь, около 64 единиц, обычная М390. И посмотрим, как будет работать от камня. Ну, так как уже здесь угол заточки сформирован, вот, я думаю, что просто начнем начинать. Да, хотя начну со 120-го, посмотрим, как он начнет работать. Итак, не переключаемся, смотрим масло. Возьму Джонсон Бэби, которое я начинал. И возьму масло, это вот, это темненькое, от жуков. Посмотрим, как они будут работать, то и то. И чем-то остановимся. То есть, сейчас будем, как говорится, смотреть, что это за масляные камни от компании Гритовод. Сет у меня здесь 120, 240, 320, 450, 600, 1000, 2 и 4000. То есть, 8 камней. И всеми 8 камнями мы и будем точить. Сразу посмотрим скорость работы, качество подвода, как они будут работать. Ну, и посмотрим финишный, именно 4000, Гриталоновский, масляный. Какой он даст подвод. Зеркальный, либо матовый, либо еще что-нибудь. Так, не переключаемся, сейчас готовлю точилку и начинаем точить. Ну, начнем, пожалуй. Итак, 120 камень, Гриталон, масляный. Будем пробовать с Джонсон Бэби. Как он отработает, посмотрим. Будет результат. Если с маслом Джонсон Бэби будет не фонтан, значит, переключимся на вот эту от жуков, жижу. Итак, часы погнали. Так, 120 камень. Как раз заодно и проверим, как работает камень по сравнению с моими, которые уже были давно переведены на масло. работаем по одной минуте на каждую сторону. Ну, я думаю, 120-й быстро сформирует заусенец, потому что абразивность чувствуется. все, минутка прошла, как быстро, да, заусенец уже сформирован. Так, выработки практически нет. Даже еще он остался этот. Ну, и теперь мы смотрим, как он будет вытираться. беру безворсовую салфетку. Так. Теперь пробуем таким образом. Сейчас мы его здесь поднимем. Так. Понятно. В общем, можно либо ацетоном отмывать, либо ВД-шкой пшикать, либо пробовать наносить чуть-чуть масла и снимать шланг. Так. Сейчас убираем очень явно четкий выраженный заусенец после 120-го камня. Сейчас я вам постараюсь его вот таким вот образом сфотографировать и показать. Вот, смотрите. Заусенчик четкий. Классный. Но я еще фотографии постараюсь вставить в этот. Так. Теперь, давайте теперь попробуем. Это я с Джонсон Бэби. Теперь я возьму вот эту жижу от жуков. Это чуть-чуть другое масло. Оно более, как говорится, маслянистое. Сейчас я включаю. Погнали. Так. Ага. Ага. ップ�� Продолжение следует... 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 Так, часы... Включаем, погнали... Продолжение следует... 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 Смотрите продолжение в следующей серии. Очень приятненько работает, очень. Так, что у нас здесь? Ну, здесь практически выработки нет никакой. Включаем часы. Погнали. Включаем часы. Погнали. 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 Тут чуть-чуть впитываются. Скорее всего либо какой-то там остаток не впиталось Evening itself. tad не равномерно. Но я думаю, что в процессе эксплуатации камень напитается так как надо и будет работать в любом случае. после этой работы я камни выровняю, взбодрю, ну чтобы уже подготовлены были полностью, но уже даже из коробки, как они есть на выставке, вполне пригодны для работы. То есть, если вот, допустим, человек купил просто камни, но у него еще нет каких-то приспособлений для выравнивания, то есть абразивов, стекла, претирова и всего остального, то есть не спеша, спокойно можно брать и начинать использовать. Единственное, что я знаю, снять края фасочки, снять по бокам, чтобы не прорезать, я решу кругу. Четырехтысячные, практически, абразивная работа не чувствуется. Уже скорее как... Так, еще по две минутки на каждую сторону, добавляем сюда маслечко и погнали. Вытираем. Угу. Однако, окрам. Угу, по-у—. Ко-уу. Сейчас еще минутку на эту сторону и все. И будем смотреть, что у нас там получилось. Так, закончили. Минутка. На эту сторону вытираем масло и вперед. Нет, на этом достаточно. Здесь и так уже избыточная острота на этом ножи. Я бы остановился на шестисотом, наверное, если бы я работал под мясо или еще куда-нибудь. Так. Все. На этом все. Делаем вот так. Делаем вот так. Делаем вот так. И берем тряпку и вытираем. Тряпкой лучше вытирать, нежели салфеткой. Так, ну вот полоса, которая питалась шланг туда. Ну, я думаю, что при выравнивании он уберется. Никаких проблем. Также такая история на двухтысячном. Либо не до конца пропитанный, либо еще что-нибудь. Но, тем не менее, как говорится, на работу это не влияет. Ну что ж, сейчас я это все убираю и будем демонстрировать вам, как получился подвод. Подводим итоги. Итак, заточка закончена. Масляные камни и гриталон. Что могу сразу сказать? Что, вот как вы купили их, неважно на сайте, либо на выставке, камни уже, ими можно наточить нож. Легко и просто. Дальше. Камни, вот эти, ну как масляные, как водные, это все-таки камни для тщательного, так сказать, обдуманного заточки. Вот я сейчас себя поймал на мысли, что это вот не спеша. Начали со сто двадцатого, закончили четырехтысячным, потом можно каким-нибудь там природником еще сделать, либо кожей, либо еще чем-нибудь. Но четырехтысячник вот дает вот такой вот результат. Хорошо проточенный, и это такой как бы из коробки. Ну так будем называть. То есть, если его естественно подготовить, результат может быть совсем другим. М390 взяла заточку очень хорошо, приятно, никаких проблем нет с этими камнями. Что касается масла СОЖ, которое я использовал. Это масло было, сейчас здесь камеру подберу чуть-чуть вот так вот. Это жижа от жуков масло, а это Джонсон Бэби, всем известное. Как показало вот сейчас данный момент, я начинал Джонсон Бэби, потом с этим. То есть, особой разницы по большому счету нет. Ну, для меня более комфортно в работе именно лучше работать с этим маслом. Но шлам подымает лучше Джонсон Бэби. То есть, без разницы, каким вы будете работать, результат у вас будет практически одинаковый. Дальше. Протирание камней, как вот алмазы, ацетоном, безворсовыми салфетками, не совсем хороший результат. Поэтому лучше использовать, то есть, маслом вы подняли шлам, навели этот, потом пшикнули ВДшечки и все это убрали. Убирать лучше, конечно, ну, кто как, чем привык, кто с салфетками, кто какими-то еще. Ну, лучше всего тряпками, потому что тряпка все-таки не оставляет ворсу и все остальное. Что касается камней до тысячных. Никаких проблем с маслом нет. Но вот четырехтысячные и двухтысячные видно, что либо пропитка не совсем хорошая, либо не знаю. Но вот въелась вот эта грязь здесь. Но в любом случае на работу это никаким образом не влияет. Даже стоит нанести сюда чуть-чуть масла, камень сразу начинает работать. Как их выравнивать? Выравнивать их также на стекле с карбидом кремния. Но! Есть один момент. Я буду его пробовать. Либо достаточно будет просто делать мыльную воду. То есть ферри, либо еще с каким-нибудь пеносодержащим, чтобы мыльный делать раствор такой насыщенный. Либо нужно будет использовать ВДшку. То есть на ВДшке, потому что камни масляные. И как показывала практика, я пробовал сам, что если, как в Ютубе там говорили, я пропитал парафином, либо пчелиным воском, либо еще чем-нибудь. То есть и когда начинаешь выравнивать, особенно это парафин какой-нибудь, либо воск еще хуже. То есть и когда начинаешь камень ровнять, вот это весь воск с маслом, он начинает тянуться какая-то получается такая суспензия, как жевательная резинка. Полная хрень. Работать очень тяжело, выравнивать очень тяжело. Ну, про выравнивание это будет уже как будто отдельное, как говорится, видео. Сейчас я вам сразу могу сказать. Камни отработали без всяких проблем. Камни отработали хорошо. Никаких замечаний по работе ни одного камня нет. Камни готовы сразу от производителя к работе. Ну, естественно, лучше, конечно, их чуть-чуть подровнять, выровнять. Лишним не будет. Снять фаски и в работу. Масло они берут любое. Работают можно либо таким, либо таким, либо овеневая кислота. Все, что у вас есть. На мой взгляд, лучше шлам снимать ВДшкой. И все. То есть это камни для вдумчивой заточки ножей. Но при этом они работают очень быстро. И по времени процесс затачивания ножа не будет сильно растянут. Потому что, если вы понимаете, что, где, зачем делать. Если у вас уже сформирован какой-то угол заточки. То можно 120-240 его пропустить. Начинать с 320-450-600. И на 1000 нинам можно закончить. То есть для большинства ножей, для рабочих вот этих камней за глаза. Но все остальное это уже, как говорится, высшая лига. На этом все. Всего доброго. Пока-пока. Ссылки на эти камни это будет на точилку вектор. Я размещу под видео. Так что можете зайти, посмотреть сколько они стоят. И приобрести себе набор полный вот этот 8 штук. Если будет у вас желание. На этом все. Всего доброго. Пока-пока. Берегите себя и своих близких. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok